Здравствуйте! С вами программа «Цифры». Недавно я, наконец, посетила замечательный город Волгоград. Признаюсь, одной из целей моей поездки был метр Трамп. Удивительно, что многие до сих пор думают, будто совместить трамвай и метро невозможно, и что это просто фейк. Но он на самом деле существует. Метро Трамп – это обычный трамвайный вагон, один из тех, что мы привыкли видеть в Самаре. Только ездит он под землей. По праву он называется также «скоростным», так как не имеет на своем пути преград, которые могли бы задерживать движение надолго. Ему не страшны ДТП на путях и пробке. Кстати, считается, что именно из-за подземных и надземных путей Волгоградский трамвай имеет один из самых интересных в мире маршрутов. Скоростной трамвайный маршрут – это 22 станции, растянувшиеся на 17 километров. Участок длиной чуть больше 7 километров имеет подземные станции – площадь Ленина, Комсомольская, Пионерская, Профсоюзная, Тюз и Ельшанка. Они построены по стандартам метрополитена. Станция Пионерская даже возвышается над землей на 15 метров из-за особенностей рельефа. Решение о строительстве подземных станций было принято в 1976 году. Всего по центрам города их планировалось три. Проектировщики решили, что трамвайные вагоны должны уходить в тоннель мелкого залегания и двигаться под проспектом Ленина с тремя остановками. Это делало маршрут очень удобным и быстрым. Этот участок был построен за 8 лет и открылся 15 ноября 1984 года. Тогда маршрут был переименован в СТ. 1 декабря 2011 года открылся второй участок линий – от Пионерской до Ельшанки. Из-за недостаточного количества трамваев с двухсторонним расположением дверей, линия скоростного трамвая разделена на два маршрута. Подвижной состав в основной массе представлен вагонами Татара Т-3 с 1980-х годов выпуска. В 2000-х годах Петербургский завод поставил в Волгоград 10 двухсторонних трехсекционных вагонов ЛВС-2009. Кстати, подземные станции в Волгограде построены так, что их можно будет при необходимости переоборудовать в полноценное метро. Предусмотрена возможность увеличения высоты платформы до уровня метрополитена. По факту турникеты на станциях не используются. Проезд нужно оплачивать кондуктору в самом трамвае. Где еще есть подземный трамвай? В России пока только в Волгограде. На Украине в Кривом Роге. Также линии подземного трамвая есть в европейских странах и в Америке. В Брюсселе, Бельгия, Гааге, Нидерланды, Бостоне, Сан-Франциско, США, Вене, Австрия имеют 6 подземных станций трамвая. В будущем метротрам может появиться в Саратове, Барнауле, Вильнюсе, Таллине, Туле. В других городах проектируется или уже даже строится обычный скоростной трамвай. Возможно, СТ даже появится в Самаре на участке по улице Новосадовой, где мало пересечений с автодорогами. К тому же в городе возведут путепровод тоннельного типа. Он появится на пересечении Московского шоссе и улицы Дальней. Работу будут проходить в рамках реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе. И строительство новой ветки от улицы Ташкентской до стадиона Самара-Арена. Это были цифры. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова